Дожидаться весны. Сам растает, сам уйдет. Снега не должно быть. Снег должен вывозиться. Мы выпускали даже собственные городские деньги. Помните, были векселя такие, которыми мы налоги принимали. Есть мультик такой, а Баба-Яга против всегда. То есть что-то в этом есть. И говорит, что вы обязаны, для меня это не пустые. Виктор Александрович, добрый день. Мы с вами в начале политического сезона говорили перед выборами мэра. И вы тогда сказали, что вы готовы будете поддержать Анатолия Локтя в случае, если он будет реализовать программу заметных изменений в городе. Вот Анатолий Евгеньевич переизбрался. Как на ваш взгляд, перемены в городе заметны существуют? То, что он победит на выборах, я не сомневался. Мы об этом говорили. Это был конец июня. Мы говорили о дне города. И выборы были уж такая дополнительная тема. Но в конце июня, то есть за два с половиной месяца до выборов, для меня было очевидно, что так форматируется выборный процесс, что действующий мэр уверенно победит. Так произошло. Что касается, насколько мэр обновляется, насколько он меняет какие-то свои подходы, то, конечно, какое-то обновление я вижу. И, безусловно, те задачи, я вот и был на городском активе, когда подводились итоги 2019 года, был на одном активе района, центральный округ, когда проводил такой актив. И везде заметно, что, несмотря на массу трудностей, трудностей больше объективных, которые преодолевает город, все-таки согласитесь, вы были депутатом городского совета и понимаете, что управлять, а тем более развивать огромный город, не обладая серьезным бюджетом развития, крайне сложно. Даже мы в самое трудное время, вот вспомните начало 90-х годов, когда ресурсов не хватало бюджетных даже на текущее функционирование, мы все равно всегда формировали бюджет развития, что-то нужно было ремонтировать, что-то нужно было строить, нужны были резервные какие-то ресурсы на вот такие ситуации, как в этом году со снегом. А нынешняя ситуация, когда все-таки все полномочия и бюджетные ресурсы централизованы на уровне субъекта федерации, и город в основном обеспечивает только текущее функционирование, конечно, не так просто ставить большие задачи, принимать сложные решения, и вот несмотря на эти условия, еще раз повторяю, мне кажется, мэр принимает сегодня решение, которое не принимал и вряд ли мог принять там еще несколько лет назад. Ну, согласитесь, принять решение строительстве станции метро, это серьезное решение. Но это не совсем его решение? Ну, думаю, нет. Как раз если бы город, например, не был инициатором этого решения, не был готов к концентрации денег, потому что ведь станция метро – это региональные и местные финансовые ресурсы, что тот федеральный бюджет не может выделить какие-то специальные средства, поэтому это вопрос приоритетов. Если бы там не эта станция метро, то были бы какие-то другие объекты и благоустройства. – Извините, пожалуйста, я в походу буду спрашивать, потому что действительно вопрос больной. Сейчас вот люди из Паши на улицах – это снег и транспорт, про метро часто говорят. Вы и мэром работали, и губернатором, и всегда вопрос строительства станции метро был очень острым. И вот уже в Новосибирске много лет ничего не строится. Неужели у городских властей, у городских депутатов, например, нет возможности на то, чтобы на это повлиять? – Как вы думаете? – Нет, на самом деле, еще раз говорю, так изменилось общее законодательство, и я как раз проходил всю эту эволюцию. Вот в 90-е годы мы были полностью самостоятельны. У нас был всегда напряженный бюджет, но он был свой. У города была даже своя налоговая система, своя налоговая служба, мы сами получали налоги. Нам не давали какие-то субсидии и дотации, а нам зачисляли. Вот столько-то подоходного, столько-то налога на добавленную стоимость, которого сейчас даже у субъекта федерации нет. Вот местный, семейный налог, налог на имущество. Мы обладали самостоятельностью. Мы не получали почти никаких финансовых субсидий, дотаций. Мы точно могли планировать бюджет и направлять ресурсы туда, куда требовалось развитие города, куда просили избиратели, куда обращали свой взгляд депутаты городского совета. Это была чисто такая управленческая, профессиональная работа. Там не было никакой политики. Там была инвестиционная политика, политика по развитию города. И хоть уже в конце 90-х федерально финансированное метро не было, но все равно мы находили ресурсы и строили станцию. И площадь Маркса, и Гагаринская, потом Ольги Жилиной, Покрышкина, Березовая Роща, Золотая Нива. Все-таки эти станции не только помогли тем, кто живет недалеко от этих мест. Это меняло темпы строительства жилья. Сразу в этих местах больше строилось новое жилье. Мы сразу всегда ставили задачу к станциям метро привязать центры наземного транспорта, чтобы от новых станций метро можно было делать такие кустовые центры, куда уже наземным транспортом можно было выехать на более удаленные жилые массивы, чтобы меньше наземного транспорта дублировало метро и крутилось в центре города, чтобы лучше было связано со всем городом самые отдаленные микрорайоны. Но действительно, я не помню, когда Золотая Нива сдавалась, я еще, помню, был губернатором, это было еще, наверное, 10 лет как минимум назад, то, конечно, принять решение, при том там ведь оно достаточно инженерно-технически сложное, там требуется расширение дамбы после коммунального моста, там требуется, я с проектом не знаком, но, как все представляют, требуются переходы, то есть там это будет, ну, такое сложное современное инженерное сооружение, которое позволяет, ну, не просто там улучшить транспортное сообщение с новым там спортивным центром, с новым дворцом спорта. Это, ну, дает очень серьезный, долгосрочный, на десятилетия возможность развития вообще набережной Левого берега. Вот все береговые черты, мы их давно говорили, я еще мэром был в 90-х годах, я все время сокрушался, что у нас не хватает ресурсов на то, чтобы на Левом берегу освоить вот эту большую часть, там ведь огромные территории, которые можно превратить в парковые зоны, в спортивные центры и с очень легким доступом. И сегодня, приняв решение о строительстве там станции метрополитена, это знаковое уже для того, что мэр чувствует вот эту свою ответственность за будущее, что мэр не просто, ну, как бы подчиняется обстоятельствам и находится в рамках действующих ограничений, а он идет на сложные решения, на стратегию развития там значительной части города. Для меня это вот в таком, в управленческом плане, в плане понимания ответственности за жизнь города и его будущее, для меня это знаковая вещь, еще раз повторяю, можно было дворец спорта прекрасно строить и сдавать без станции метро. Более того, как, ну, уж человек очень долго проработал, что могу сказать, что в данном случае это не принципиальная транспортная коммуникация именно для дворца спорта, все равно во дворец спорта 70% зрителей приедут на машинах, и там все нужны хорошие подъезды, большие парковки, к сожалению, автомобилизация так меняет психологию, что подавляющая часть, которые приедут и на хоккей, и на концерт, и на какие-то другие мероприятия большого дворца спорта приедут на машинах, но, повторяю, метро и вот эти современные инженерные развязки, они позволяют дать очень серьезную жизнь всей в этой части города, это работа на несколько десятилетий вперед. Я видел, ну, такого уже, ну, решительного, сильного мэра, когда он говорил о неизбежности, необходимости строить новые школы. Раньше-то говорилось, будем просить деньги, школы перегружены, будем участвовать в нацпроекте, будем просить средства. Сейчас, он говорил, как бы трудно ни было, 54-ю школу нужно строить. И это тоже уже психология управления несколько иная. Уже мэр не под обстоятельства подстраивается, а тоже говорит о какой-то необходимой стратегии. Там целый ряд новых задач, проектов я слышал про благоустройство, зеленые зоны, и это тоже, в общем, для меня позитивно, что мэр, когда-то обозначив, ну, очевидные приоритеты, с которыми вряд ли там кто-то особо спорил, но одно дело, можно было их провозгласить, а потом говорить, что, извините, денег-то нет, и мы будем ждать лучших времен. Все-таки он борется с обстоятельствами, борется со временем. Еще раз говорю, не скажу, что это, там, ну, все, как бы, там, меня, что ли, устраивает, удовлетворяет, но на самом деле, вот, вы задали вполне конкретный вопрос, а заметны ли мне вот эти изменения? Мне, как управленцу, заметны. Мне трудно сказать, как это оценивает, ну, гражданин, который каждый день там сталкивается с массой проблем, с невывязанным снегом, да, с неблагоустройством, с ветхим жильем, с, там, с перегруженной школы, там, с проблемой, там, еще, там, в детский сад, там, ребенка там отвезти, отдать. Все это есть. Но, повторяю, не бывает все мгновенно, не бывает все в одночасье, в один день, и вот этот настрой на созидание, настрой на развитие города, он, мне кажется, очень важен, потому что я еще работая, наблюдал, а сейчас, тем более, часто, когда органы местного самоуправления, ну, просто, ну, как бы так, занимаются исключительно какой-то текущей, такой, малоинтересной работой, не думают о развитии, на все проблемы, говорят, денег нет и вряд ли будут, вот этого, мне кажется, в работе нет. Мэр усиливает свою открытость, он идет на диалог с новосибирцами, он активно взаимодействует с депутатами, это тоже, безусловно, плюс, тем более, там, городской совет, он достаточно самостоятельный, там, большинство депутатов принадлежат к другой политической партии, тем не менее, мэр ведет активный диалог, находит поддержку в реализации, или, там, самых главных программ формирования бюджета, это тоже всегда очень сложно, вспомните, даже в 90-х, когда, как мы спорили, как сформировать, распределить бюджет, сейчас, мэры, есть аргументы, есть логика, есть стратегический подход и долговременный взгляд, поэтому здесь, ну, я бы хотел пожелать ему только усиливать вот эту составляющую. Слушайте, Виктор Александрович, я понял, у вас по отношению к, в основном, оценка положительная по работе Анатолия Локтя, Анатолия Евгеньевича, но вот конкретный вопрос, вот, вы, как управленец, короткое, простое, есть решение в проблеме снега, каждый год у нас решают со снегом проблемы, каждый раз кажется, что вот такого еще не было, но, действительно, и тротуары плохо убираются, и на дорогу бывают проблемы, на ваш взгляд, существует ли эта проблема, и что бы вы посоветовали, вот вы же работали советником у мэра, короткий совет, или как бы, что бы вы предприняли для того, чтобы горожане меньше испытывали проблем с этим обильными снегопадами? Ну, на мой взгляд, здесь, в общем-то, решения все очевидны, другое дело, что надо, опять же, понимать, что количество снега, выпавшего в этом году, оно нетипично, и я говорю, я могу вспомнить, там, три десятка зим, и таких снежных зим было, может быть, там, на два за 30 лет, не знаю, тут там, метеорологи точнее скажут, решения здесь очень простые, ну, во-первых, надо понимать, что это одна из базовых задач по содержанию города, снега не должно быть, снег должен вывозиться, вовремя снег должен везде чиститься, поэтому на это нужно, как бы это трудно не было, закладывать больше бюджетных ресурсов, потому что техника есть, технику тоже надо покупать, всегда есть в мэрии полный перечень всех самосвалов, неважно, у строителей, они у частных, и все, мы всегда имели базу данных от автоинспекции, мобилизовывали всех, но эту работу нужно оплачивать, и вот здесь, какого-то ограничения в деньгах, быть, быть не может, не должно быть, здесь должен и помогать субъект федерации, я вот в Красноярске часто начинал в понедельник планерку с поручения министру финансов, добавьте городу там 50-100 миллионов, чтобы можно было там быстрее провести весеннюю уборку, там снег вывезти, хотя в Красноярске очень мало снега, и там такой проблемы в принципе нет, там ямочный ремонт провести, то есть это базовая задача города, мэрии, и на это надо больше тратить денег, от этого никуда не уйти. Второе, что тоже принципиально, вот тут мне кажется, и районы города, и в целом мэрии несколько недорабатывают, нужно жестко требовать работы по вывозке снега от всех хозяйствующих субъектов, не может себе позволить там магазин, торговый центр, там какая-то организация, предприятие просто там от крыльца снег дворник отодвинул, а там трава не расти, нет, ты должен и убрать с тротуара, и ты должен участвовать в вывозке снега, нужно совершенствовать городские правила, эффективно пользоваться кодексом административных правонарушений, и просто требовать от всех, если будет не прибрано, если будет снега, что там не подойдешь, то у города есть определенные инструменты, как заставить всех понимать, как нужно содержать прилегающую территорию, парковочные места, потому что иногда сейчас я подъезжаю к какой-то магазин или что-то, чтобы из машины дойти до тротуара, нужно еще преодолеть, форсировать целое защитное сооружение из снега. То есть ваша спортивная форума вам помогает? Так не бывает, надо все это убирать, поэтому обязательное условие содержания города должно быть делом общим, делом всех, и управляющие компании во дворах, и хозяйствующие субъекты, и сфера услуг, и студенты, и школьники, все должны в какие-то там периоды не быть заинтересованы, быть участниками, быть ответственными за то, чтобы территорию, на которой они работают, территорию, за которую они отвечают, была в идеальном состоянии. Да, надо там приобретать больше современной техники, больше плавильных печей, потому что когда снег вывозится, ведь вот сейчас не то, что мы там испытывали большие трудности все горожане во время обильных снегопадов, ведь вот сейчас буквально пройдет, ну, месяц, в конце марта, и мы будем в условиях интенсивного таяния снега, мы будем все преодолевать поплывиумы, это тоже, потому вот все-таки мой опыт мэра и губернатора мне всегда подсказывал, что снег нужно массово вывозить, что нужно не дожидаться весны, сам растает, сам уйдет, нужно вывозить, как бы это сложно, как бы это дорого не было, это базовая задача местной власти. Такой вопрос, вот вы хорошо сказали, вы точно сказали, всем известно, что вы прошли все ступени или там по вертикали власти, вы были и на муниципальном уровне мэром в самые непростые, может быть, времена, и губернатором дважды в разных регионах, и представителем президента, это высокий государственный уровень, общий федеральный. Сейчас в изменениях конституции, которые предложены президентом, сказано, что существует система публичной власти, и в эту систему, ну я не помню дословно, но должна встраиваться и муниципальный уровень власти. Как вы относитесь к этой идее? Поможет ли это Новосибирску, как большому городу, у нас же муниципалитеты все, буквально от деревни до мегаполиса. Итак, как вы относитесь к изменениям в конституции в этой части, и что может городская власть сейчас на уровне депутатов? Знаете, тут, на мой взгляд, для меня здесь есть, что ли, две позиции, или два аспекта, которые нужно подчеркнуть. Если писать историю местного самоуправления или теорию местного самоуправления с листа, вот как философию, как теорию, я, безусловно, за самостоятельность местного самоуправления, за максимальное развитие любой активности населения. Потому что местное самоуправление это не только мэрия, и даже не столько мэрия, сколько родительские комитеты в школах, Советы в доме, где мы живем, совет при поликлинике, в которую мы ходим. Это различные общественные организации, которые обеспечивают благоустройство. Без людей, без участия граждан в обустройстве нашей жизни никакая самая эффективная власть не справится. Поэтому я за самостоятельность местного самоуправления. Но чтобы эту самостоятельность обеспечить, местное самоуправление должно по конституции, по конституционным законам иметь закрепленные очень серьезные налоговые источники. Мы сейчас находимся в ситуации несколько иной. У нас по 131 закону и по конституции местное самоуправление определено как самостоятельная система власти. Но в то же время по всем законам близким конституционным, которые определили полномочия органов государственной власти, по построению бюджета, по налоговой системе, у местного самоуправления серьезных финансовых источников для решения своих проблем нет. Почему сегодня, я думаю, большинство населения и самое главное, что все органы местного самоуправления очень позитивно воспримут вот эти предложения, новации в конституцию, потому что они устали сегодня, с одной стороны, быть ответственным за как снег там вывозится, как благоустройство, почему дома там не ремонтируются или уже превращаются в ветхие, а денег, ресурсов на это нет. Вот сейчас этой поправкой будет построена система, по которой вся система публичной власти и государственной, и местной, она будет совместно отвечать за качество жизни наших граждан. И у местного самоуправления больше не будет ситуации такой, когда им могут сказать, что это ваша задача, ваша функция, вы решайте. А государственные структуры, правительство страны, правительство регионов ни при чем. Вот сейчас такая ситуация часто возникает, надо мост построить, это ваш местный мост, мы его не знаем, где взять деньги. Я помню там, я когда-то, ну как анекдот рассказывал, хотя это был, я когда-то в Новосибирской области, лет 15 назад, приехал в очень дальнее село, примерно 100 километров от районного центра, большое село, и вот мне там показывают фельдшерский-акушерский пункт, я первый раз в селе, и около этого ФАПа огромная яма. Не знаю, как она что-то там образовалась, что-то там подмывала, вымывала, в общем, яма. Я спрашиваю на полном серьезе, у меня председателя этого сельского совета, я говорю, почему вы здесь не наведете порядок? А он на полном серьезе мне отвечает, а мы писали. Куда писали? А мы писали в район, а район еще куда-то, наверное, писал. И вот все писали, вместо того, чтобы там взять и засыпать, взять и привезти там какое-то благоустройство сделать. Местное самоуправление сейчас в таких финансовых условиях, что даже элементарные вещи порой сделать нельзя, чтобы был порядок на кладбище, чтобы был порядок там с вывозкой мусора. Ну, то есть, есть элементарные вещи, от которых граждане страдают, но вот неразбериха, кто за что отвечает и у кого деньги, ответственности деньги, они несколько неправильно разделены. Ну, подождите, Виктор Александрович, но теперь от деревни до Новосибирска всегда легче будет кивать на веру. И какие минусы у этого решения? Нет, нет, на самом деле сейчас середина системы власти должна уточнить распределение полномочий и определить какими-то нормативами, сколько каждый город, каждый сельсовет, поселковый сайт получает ресурсов на то, чтобы вот это, ну, как говорится, элементарное благоустройство было проведено. И сегодня снимается, как бы вот это вот десятилетиями накапливающиеся, ну, фактически после 90-х годов уже это противоречие все время, 20 лет нарастало, когда функции оставались у местного самоуправления, а налоговых доходных источников не было никаких. И местное самоуправление должно было принимать решение. Даже в огромном Новосибирске, ну, согласитесь, когда совокупный бюджет там около 50 миллиардов рублей, и при этом бюджета развития почти нет, чтобы можно было самостоятельно решать, здесь строим школу, здесь строим детский сад, здесь ремонтируем там дорогу. В лучшем случае инвестиционные деньги приходят по федеральным программам, вдумайтесь, федеральные программы на детский сад, на Ясли, так же не бывает. Федеральная программа должна космосом, должна заниматься какими-то очень крупными инфраструктурными объектами, а уж с детским садиком надо справиться на месте. А не лучше ли тогда отдайте городу больше денег? Ведь на самом деле Новосибирск зарабатывает не 50 миллиардов, а в разы больше. Я с этого и начал, что если вот, ну, начинать, как бы там, уточнять или что ли, формировать философию местного самоправления, я, да, за самостоятельность, ну, как примерно было у нас в 90-х, притом, опять же, это совершенно не значит, что это требуется больше денег. Просто сейчас эти деньги централизуются, а потом приходят на местный уровень в виде федеральных программ, субфедеральных программ, то есть они все равно приходят. Если бы они были закреплены изначально в нормативах налоговых отчислений, то такого бы разговора уже не было бы. Тогда бы могли граждане сказать, подождите, господин мэр, там, товарищ председатель сельсовета, у тебя же вот, смотрите, есть источники, есть эти средства, как они использованы, почему мы не закопали яму, там, не навели порядок, не вывезли снега, тогда бы реальное местное самоправление было бы действующее. Сейчас это иногда, ну, напоминает такую, ну, что ли, как вот, замкнутый круг. Я не могу это делать, потому что у меня нет денег, я не могу дать денег, потому что это не мои полномочия, и вот это... Кажется мне это, что немножко напоминает советскую систему, когда все приходилось просить деньги. Притом, тоже надо, вот, мне приходилось в эти дни слышать, что, ну, кто-то говорил, вот, мы находились в каком-то плену, там, каких-то псевдоевропейских ценностей с местным самоправлением. Ну, на самом деле, я изучал местное самоправление в свое время, когда был мэром в ряде европейских стран. Поверьте, там вот эта ситуация, единая публичная власть, реализована давным-давно раньше нас. Я приезжал в небольшой город, вот, в Дании мы изучали местное самоправление, и никаких, там, собственные полномочия были минимальны. Это школа, полномочия была местного органа, и дом для пожилых граждан. Такой, там, современный, качественный, с хорошим медицинским, дом престарелый. Когда я спрашивал, а больница? Я говорю, не-не-не, больница, это уже там субфедеральный уровень. Я говорил, а автобусное сообщение, это не наше. А вот там вывозка, там чего-то, не наше, не наше. И при этом, там существовал порядок, что прежде чем принять федеральный бюджет, специальная конституция, определенная структура, орган, избираемый, демократичный, публичный, он определял, как распределить доли доходов между местным самоуправлением и... Вот это, кажется, и есть роль депутатов. Но функций было настолько мало, потому что я, когда приезжал в 90-х годах, у нас было все. Вот парадигма моей работы мэром была, все, что на территории города Новосибирска, это моя ответственность, это мы за это отвечаем. Будь то заводы, будь то ТЭЦ. Самое большое, что мне вспоминается из моей работы в 90-х годах, так как мы уголь возили на ТЭЦ. Ну это уж никак не функция местного самоуправления. ТЭЦ уже были приватизированы частные. Там энергетика не отрасль местной власти. Уголь вообще, это другие регионы. Это очень сложный был процесс, но с этого начинался и заканчивался мой день, потому что город Новосибирс должен был получить 10 железнодорожных составов в день, потому что мы сжигали 30 тысяч тонн угля, это 10 составов, и если этого угля нет, то город замерз бы. И этим занимались. Занимались заводы. Я помню, и вы должны помнить хорошо, помните историю, когда практически в один момент все заводы, а у заводов была половина жилищного фонда Новосибирска, половина, все заводы, все предприятия примерно в одно время сказали, все, мы не можем больше содержать. Жилье, город забирайте. Это половина. Не в Лживиде было это жилье. Это 12 с лишним миллионов квадратных метров жилья. Это колоссальный объем. Я помню, иногда мне приходилось эти акты подписывать буквально за один день. Помню, начальник железной дороги пришел, говорит, Виктор Александрович, вот там министр требует быстро подписать. Я говорю, подожди, надо же разобраться, за счет чего будем. Где базы производственные, там передавалась одной железной дорогой, больше миллиона квадратных метров, там действительно жилья больше ветхого, потому что оно строилось в самом начале истории развития города. И мы этим занимались, и мы за это отвечали. Но у нас были все налоги. У нас была определенная финансовая база. Мы самостоятельно. Я понимал, что мне ходить просить денег, не у кого что. Мне скажут, что вот у вас закреплены налоги, сессии областного совета раз в год. И мы должны жить в этих. Да, мы придумали, как повысить собираемость, как лучше администрировать налоги. Мы выпускали даже собственные городские деньги. Помните, были макселя такие, которыми мы налоги принимали, которыми мы арендную плату принимали, чтобы они были востребованы, чтобы они были интересны для экономики. Виктор Александрович, все-таки я хочу уточнить. Вот сейчас я задам вопрос. Не подумайте, что это тест на лояльность. Тем не менее. Но вы уже не в системе власти. Некоторые спорят по поводу изменений в Конституции, которые предложены президентом, сейчас депутатами рассматриваются, разными партиями. Вот группа граждан, я недавно записывал, организовали такой комитет под словом «нет». Они категорически против этих изменений. Вероятно, они против даже политики президента. Но, как вы полагаете, среди всех предложенных многочисленных изменений в Конституции есть такие, которые бы вы не поддержали или предложили бы в другом виде? Вот мне интересно, а вы же опытный управление? Нет, на самом деле в этом-то и аргументация президента, Конституционной комиссии, наверное, Государственная дума примет поправки Совета Федерации. Главная аргументация в том, что возразить против этих поправок крайне сложно. Социальные коньяк. Да нет, там, ну, там, вот поверьте, там любые поправки, с которыми соглашаться. Можно немножко, ну, так, что ли, ну, поспорить в политическом и в юридическом плане. Ну, я думаю, что если правильно записать все, то, опять же, этот принцип должен вызвать всеобщую поддержку. А у вас? Другое дело, нет, и у меня вызовет это. Другое дело, что есть некоторые нормы, но это всегда бывает в Конституции, которые, ну, не прописываются напрямую, а которые предполагают принятие специального закона. Ну, например, в Конституции какая-то там, я не читал там формулировку, ее еще никто не публиковал окончательно, но будет какая-то формулировка о Государственном Совете Российской Федерации. Сейчас в Конституции об этом вообще ни слова, хотя Госсовет уже там лет, наверное, 16-17, может быть, даже чуть больше работает. И вам доводилось там заседать? Да, да, я был всегда, когда работал... Отвечем, секундочку, как это работало? Это какие-то короткие заседания или это много работало? Нет, почему? Это, ну, примерно 4-5 раз в год заседание Большого Госсовета, где все принимают участие, а членами Госсовета являются все губернаторы, все руководители субъектов федерации, значит, это 85. Потом дополнительно включили в состав Госсовета руководителей фракции Государственной Думы, политические фракции, включили полпредов президента, ну, понятно, участвуют члены правительства в зависимости от тематики, от вопросов, которые происходят. То есть, это больше 100 человек, 5 раз в год большие заседания по подготовленной повестке дня, которые обсуждали, ну, такие самые общие, сложные вопросы, проблемы. Так, извините, там реально были дискуссии или просто все заслушивали ситуацию? Нет, конечно, обсуждение было. Был базовый доклад, при том, как правило, его делал кто-то из членов Госсовета, то есть, кто-то из губернаторов возглавлял рабочую группу. Был садоклад всегда членов правительства, кто-то из ли вице-премьера или министр делал садоклад. И потом выступали члены Госсовета, губернаторы. На каждом Госсовете выступали руководители политических фракций, в самом случае, когда я бывал, на всех без исключения, все четыре партии работали на свое там что-то выступали. Потом, правда, так как специального закона о Госсовете не было, в Конституции он никак не упомянут, поэтому результаты работы Госсовета оформлялись поручениями президента. То есть, потом, так и назывался документ, поручение президента по результатам рассмотрения... Сергей Трисович, на Вашей памяти были ситуации, когда входит дискуссия? И плюс были, был президиум, формировался президиум Госсовета, куда входили губернаторы по одному от каждого федерального округа, 7 или 8, которые собирались между Госсоветами для рассмотрения, ну, каких-то вопросов, которые включались в повестку не Большого Госсовета, а президиума Госсовета. Работали многие рабочие группы, в принципе, это для подготовки нужных управленческих решений, это был очень эффективный, авторитетный коллегиальный орган, он позволял и опытом обмениваться. Мне приходилось возглавлять рабочие группы три раза за свою историю. Это была большая работа, рассчитанная примерно на полгода, когда мы проводили конференции, встречались там с десятками ведущих экспертов, изучали мировой опыт, там проводили выездные заседания рабочей группы в разных регионах России, где этот опыт лучше там, например, как-то применялся. Поэтому это помогало, безусловно, в работе, это давало возможность регулярного общения, регулярного обмена опытом. Сейчас в Конституции это будет записано, что Госсовет такой орган призванный то-то, то-то делать, например, рассматривать там вопросы внутренней политики, ну не знаю, как запишут это, но все-таки какие юридические права, как оформляются решения, это будет описано в специальном законе. Поэтому, может быть, кто-то там, не дождавшись там конкретного закона, уже кричит, знаете, как есть мультик такой, а Баба-Яга против всегда. То есть, что-то в этом есть. Поэтому, мне кажется, это другое дело. Но, опять же, все-таки Конституция страны, ну неправильно отношение к Конституции соединять с отношением к лидеру. Ну, так не бывает. Конституция это настолько серьезный документ, что люди должны все-таки посмотреть реальный текст, посмотреть реальные изменения. то, что я слышал на слух, я вот не могу ни одной нормы такой вот найти, что я сказал, что это полная ерунда, полный бред, это не надо писать. Но так было во всех Конституциях. Тоже, ведь вспомните, есть в Конституции действующая норма о бесплатном медицинском обслуживании, а дальше существует куча законов о здравоохранении, об охране здоровья, о страховой медицины, там есть которые реально ну как бы описывают этот процесс. Так и здесь. Нельзя в любой Конституции все написать, то есть все законодательство в Конституцию вложить нельзя. Но то, что там сейчас дополнительно вот включаются там определенные социальные гарантии, там определенные там нормы, например, которые не допускают какой-то произвол даже при очень авторитетной и авторитарной власти. Ну, первое, если будет записана норма, что никто не может принимать какие-то действия по передаче территорий действующих Российской Федерации. Ну, согласитесь, это серьезно, это норма нужная, потому что при нашей высокой централизации власти даже бы вопросов иногда не возникло, ну, мало ли там, что там руководители государства подписали, какое-то международное соглашение, там что-то где-то границу там уточнили, где-то еще на какие-то пошли там какие-то политические. Поэтому в Конституцию записано. Это документ очень длительного действия, и я считаю, что здесь тут уж президента нельзя упрекнуть там ни в какой-то временной какой-то конъюнктуре. С одной стороны позиция президента, что Конституция принятая в 93-м, в декабре 93-го года принципиально себя не исчерпала, хотя ты хорошо помнишь, что эту Конституцию очень тоже быстро писали, Конституционное собрание было время очень переломное, было очень много таких противоречивых там формулей, тем не менее Конституцию мы по ней прожили без малого три десятка лет, и он говорит, что она себя не исчерпала, нет никакой необходимости ее пересматривать концептуально, кардинально, но все-таки 27 лет дают нам основания, исходя из общественных дискуссий, исходя из позиции гражданского общества, какие-то нормы в Конституции уточнить. Виктор Александрович, вернемся к нашим местным вопросам, вы все вас справедливо называют человеком влиятельным, кто в Новосибирске вообще, готовы ли вы назвать, вот в связи с приближением выборов, играть ли выборы какую-то роль, недавно у вас были интервью по поводу возможного участия в них или форме. Вот кто в Новосибирске влиятельный политик, вы можете сказать? Ну, не толкай меня на название каких-то имен, потому что, опять же, я опытный человек, и я всегда в таких случаях не называю имен, потому что кого бы я не назвал, я кого-то забуду. И вот, чтобы не попасть ситуацию, что, а меня не назвали, притом, это при любом, даже если бы ты мне сейчас сказал, давайте там будем 10 минут называть там фамилии, давайте 100 там имен назовем, все равно я кого-то бы этим обидел, кого-то бы не назвал, где-то бы погрешил против истины, это неправильно. Другой, я могу сказать некоторые принципы, что, безусловно, авторитетом политическим, публичным обладают люди, обладающие формальной властью, это всегда у нас было так и в принципе я рад, что у нас нет такой ситуации, как в некоторых регионах, когда формальные руководители настолько себя дискредитировали какой-то там своей бытовой жизнью, или какими-то политическими решениями, какими-то поступками, какими-то словами, есть такие регионы, где идет просто дискредитация личности во власти. У нас такого нет, и понятно, что все люди, то есть это и губернатор, и мэр, и там руководители правительства, и министры, и депутаты действующие, действующие, они, безусловно, обладают политическим влиянием, обладают политическим опытом, и здесь я каких-то проблем не вижу. С другой стороны, безусловно, есть влиятельные люди вне этого формального круга, есть и неформальные лидеры, их немного, совсем не публичные. Их немного, но, опять же, нельзя быть лидером и не публичным. Вообще, политика, это всегда публичность. Просто, ну, есть, наверное, я так могу даже некоторые там имена вспомнить, то есть, есть такие люди, которые сейчас не являются ни министрами, ни депутатами, ни руководителями каких-то больших общественных организаций, но они известны, они узнаваемы и они пользуются определенным там влиянием в разных кругах. Тем более, сейчас, когда, ну, чего не было там в мое время, есть соцсети, есть интернет, то авторитеты формируются во многом и здесь. То есть, вот, наверняка сейчас, то есть, если бы ну, люди моего поколения, моего там сознания, должны были бы ответить на вопрос, кого вы из влиятельных людей можете назвать не связанных с властью, то есть, не облеченных никакой властью, то я бы, наверное, в первую очередь вспоминал людей, которые, ну, уже поработали во власти, уже проявляли себя как публичные там, лидеры, не только в административной власти, но и среди депутатов, и среди руководителей там, каких-то крупных предприятий, производств, молодые люди, я думаю, вспомнят героев интернета, героев соцсетей, мне сложно их выделить, но наверняка они есть, и их число будет прирастать, есть влияние людей, которые находятся в жесткой позиции к власти, тоже, я считаю, что это все должны понимать, и общество, и власть, такое влияние есть. Вы говорите о жесткой оппозиции, вот эта жесткая оппозиция, она носит политический характер, или там могут быть экономические вопросы, или какие-то даже личные, как вы полагаете? Ну, когда мы все-таки говорим об оппозиции, то, безусловно, имеем, конечно, какие-то политические цели, политические возражения, в то же время, да, я с вами соглашусь, что, ну, к моему сожалению, не знаю, как на это там общество реагирует, но к моему сожалению, среди влиятельных людей, которые и обличены формальной властью, и которые там, в оппозиции к власти, часто личные амбиции, личный, там, какой-то интерес, он просматривается. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди в политике руководствовались априорно принципом интереса страны, интереса народа, за державу обидно, за отечество хочу постоять, на отечество хочу поработать, вот, чтобы это было абсолютным приоритетом, абсолютным таким стержнем, формирующим поведение любого человека, который, ну, что ли, рассчитывает на публичное влияние, на влияние на умы и сердца других людей. У нас как раз в этой связи вопрос непосредственно к вам. Вот, вы сообщили, что, про вас сообщили, что вы теперь сотрудничаете с партией Родина, я не знаю, вы сейчас какие-то партии состоите или нет, но вы немало времени провели в составе партии Единая Россия и сотрудничали с коммунистом Локтем, вот этот вот ваш шаг, если он есть, разъясните коротко ваше отношение к партиям политическим или это какие-то личные мотивы тоже? Нет, на самом деле никаких у меня, ну, что ли, политических договоренностей, тем более политических обязательств ни перед кем нет. у меня была встреча с одним из лидеров руководителей партии Родина, он приезжал в Новосибирск и мы встретились, это стало достоянием общественности, он разместил там фотографию на своих там сайтах и партийных и личных. Для вас это было неожиданным? Нет, на самом деле я к этому относился совершенно спокойно и не было никаких... То есть это не секретная встреча? Нет, конечно, мы публично встречались, мы сфотографировались вместе там около оперного театра, но все-таки это была встреча знакомства, это были не политические переговоры и не политические предложения, поэтому никаких там никакого продолжения пока серьезного нет, хотя партия Родина по своей там и истории и биографии и по своим ну что ли таким целевым установкам во мне отторжение не вызывает и поэтому я легко пошел на эту встречу и мы обсуждали самые разные вопросы политики и общефедеральные политики и региональные и все такое. Ко мне были обращения других политических партий некоторых которых я даже сам плохо знал потому что сегодня партии много которые слабо узнаваемы теоретически я понимаю что возможности непарламентских партий сейчас растут и избиратель ищет новое в политической политре и для меня совершенно очевидно что те партии которые активно включатся сейчас в политический процесс имеют шанс даже преодолеть 5% барьер потому что избиратель будет искать бюллетени такие партии которые им сегодня которые не представлены сегодня в парламентах и в Госдуме и в региональных парламентах при этом опять же ко мне многие обращаются влиятельные люди и невлиятельные обычные граждане с вопросом или с предложением принять участие в выборах какие ваши планы планов пока нет я открыт еще время для принятия решения есть вот я никогда не отказывался от партии Единая Россия и никаких каких-то выходов не было да я сейчас не могу сказать что я активно сотрудничаю с партией но так сейчас все партии устроены что там на партсобрании там все не ходят есть какой-то там гостяк а на выборы люди приходят по своим убеждениям поэтому я открыт для самых разных политических сил я всегда говорю что каких-то личных мотивов у меня нет но я человек старой закалки человек старого воспитания человек который всю жизнь проработал на государственной службе и для которого очень важно мнение других людей если я буду понимать что я нужен нужен серьезным силам политическим социальным если я буду понимать что востребован мой опыт востребовано мое видение как решать те или иные современные управленческие задачи я готов и я никогда не позволю себе сказать что мне все надоело меня ничего не интересует я свое отработал нет я чувствую свою личную ответственность за настоящее будущее и города в котором мы живем в котором я родился и региону которому я дал очень много лет службы которые очень люблю и я очень многих знаю людей в этом городе и мне тоже трудно сказать когда ко мне приходит человек который для меня там ну абсолютный авторитет уважаемый человек человек проживший большую жизнь и говорит что вы обязаны для меня это не пустые слова я чувствую свою ответственность но в то же время еще раз говорю это зависит только от многих людей которые ну могут сформировать свое видение свое решение что я им нужен если я такую необходимость буду ощущать то в принципе я готов послужить отечеству послужить своему региону своему городу если такого не почувствую то вероятнее всего буду заниматься какими-то инвестиционными проектами какими-то конкретными консультированием кстати вот вы сейчас вы сейчас работаете в РАТМ это вот я не совсем работаю в РАТМ сотрудничаю я ну так образно говоря работаю на прием когда я нужен там разным предприятиям разным структурам которые входят в РАТМ холдинг да и кто и не входит кто ко мне обращается за советом за консультацией за просьбой рассмотреть какой-то проект я никому не отказываю я каждый день приезжаю в офис я встречаюсь со многими людьми проводятся какие-то совещания какие-то мозговые штурмы я весь свой опыт стараюсь передать более молодым людям которые ну только начинают какой-то свой путь в управлении в экономике и мне это доставляет удовлетворение когда я чувствую что я нужен вот в таком управленческом плане я я помогаю но какого-то функционала за который я отвечаю меня нет то есть вы как известный персонаж Булгакова Волон вы можете сказать я консультант я консультант точно спасибо вам большое Виктор Александрович за интервью к сожалению время наше закончилось я вас благодарю но вопросов еще очень много мне очень хотелось бы еще вот помните мы вас с вами о личных вещах говорили мне это еще очень интересно ну например даже так коротко вы наверное за свою карьеру сменили ну наверное десяток кабинетов разных вот чисто как у человека ну вы такой чиновник прямо как человек служивый для вас кабинет важный важный инструмент где был самый удобный кабинет ну знаете я все-таки хоть и действительно там у меня было несколько мест работы несколько кабинетов но я во всех по долгу работал поэтому я все кабинеты сам обживал конечно не было такого что я там не зайду в кабинет пока тут что-то там не перестроится не переделается нет я заходил работал в тех условиях которые там передавал мне предшественник сначала это был там кабинет в облсполкоме я там маленький кабинетик потом это был кабинет заместителя мэра тоже там где вот Семченко сидел мне там выделили такой был узкий такой и самым для меня важным удобным интересным было место это был большой план города я каждую свободную минуту в каждый выходной день я изучал город я сейчас там часто выигрываю споры там у своих внуков когда они везут какой-то вопрос там про какую-то улицу малоизвестную а я говорю где она и как на эту улицу попасть то есть они пока ищут в этом Яндексе я уже знаю как потому что я город изучал в этом кабинете конечно было много интересных случаев в кабинете мэра помните он был так по-особому отделан деревом там все было в деревянных панелях Севастьянов как Севастьянов ну Севастьянов в нем не был Севастьянов в новое здание не зашел это все-таки Чекенев наверное при Чекеневе Ваниме Павловиче потом при Иване Ивановиче вот и мне он нравился такой был солидный кабинет помню я ничего не менял а потом у меня что-то стало там как-то там кожи пальцев там и вот мне врачи говорят это дерево с фенолом там надо переделать я не могу этот кабинет настолько исторически что изменить его отделку это не не ко мне я уж как-то там вот такой был смешной случай когда там кто-то пытался показать что это делали на мебельных фабриках и там где-то были какие-то экологические там сомнительные материалы мне очень дорог кабинет администрации области да он что-то постепенно там менялось там появлялись какие-то новые хотя я всегда ну был принципиальным противником вообще каких-то серьезных бюджетных расходов то есть я старался не машины в Красноярске там все надо мной издевались что я запретил покупать машины я приехал они говорят ну по безопасности мы не можем разрешить на этой машине ездить надо покупать новую нет на мой век хватит я помню как вы еще на Волге ездили как губернатор для меня действительно это было важно потому что я в кабинете проводил большую часть времени я в кабинет ну уже потом с возрастом в начале пути я каждый день в году работал и не был в кабинете когда-то в командировках бывал потом 1 января я себе позволял вот уже в кабинет не заходить один день в году а так вся жизнь в кабинете конечно мне хотелось я помню в Красноярске я приехал там такой хай-тек кресло стулья на колесах прозрачные столы все в стекле все боюсь что-то где-то разбить все на стулях катаются вокруг стола мне что-нибудь спокойнее сделайте так консервативнее традиционнее поэтому все где я работал все для меня это очень добрая память конечно она не связана там я не помню какие были столы и стулья но я хорошо помню кто работал в приемной кто работал рядом со мной я всегда с огромным уважением относился отношусь к сотрудникам которые со мной работали мы до сих пор там встречаемся созваниваемся со многими людьми с кем я работал эти долгие долгие годы это те люди благодаря которым нам удавалось что-то там строить создавать менять обновлять решать задачи это просто дружеское общение это учителя которых я учился потому что нельзя быть в публичной политике не владевая новым опытом каждый день нужно все равно вот из нашего сегодня интервью поверьте я тоже многое там себе взял на заметку из ваших вопросов из ваших реакций на мои ответы я уже какой-то опыт опять же новый приобретаю я вас благодарю и желаю всего самого хорошего вашим зрителям вашим читателям вашим партнерам пусть все у вас будет хорошо спасибо спасибо Продолжение следует...